Еще один храм освящен в Почепском благочине Клинцовской епархии. В праздник Рождества Пресвятой Богородицы епископ Клинцовский Трубчевский Сергий совершил освящение престола и божественную литургию в Рождество Богородичном храме Всеталова. Для села, населения которого насчитывает около 500 человек, освящение церкви – долгожданное и радостное событие. Храм Всеталова существовал в середине XVII века. Под его сводами люди крестились, венчались, получали благословение, уходя на войну. После революции церковное здание отдали под школу, а позже оно и вовсе было разрушено. С того момента все эти годы вера и надежда на возрождение сельского храма волновала души местных жителей. И в феврале 2013 года в Сеталово состоялся сход граждан по вопросу строительства храмочасовни вновь, спустя почти 360 лет после возведения первой церкви. Финансовую помощь оказал выпускник Сеталовской школы Вячеслав Михаленко. Из любви к малой родине он выделил деньги на строительство храма из личных средств по богосвоению своих родителей, за плечами которых вся трудовая жизнь, прожитая в этих местах. Я могу сказать абсолютно уверенно или убежденно, что это мой главный проект в моей жизни. Главное потому, что через 11 месяцев после принятия решения о строительстве храма в моей семье родилась единственная, самая долгожданная дочь, которую мы ждали почти 23 года. Я благодарен Богу за то, что в народе этот храм уже называется братским. Братским потому, что в этом строительстве приняли непосредственное участие мои братья. Епископ Сергий обращается к многочисленным прихожанам, местным жителям, паломникам из многих городов Брянской области, отметив важность события, выразив надежду на то, что теперь сам храм станет центром духовной жизни села. Ико мое благо, говорит Господь, дремя мое легко есть. И когда человек живет с Господом, когда возлагает на него все свои скорби, болезни и печали, то с Господом всегда легко и благодатно бывает сердцу человеческому. А без Бога всегда тяжело, всегда плохо. Видя световые и радостные лица прихожан, можно с уверенностью сказать, что жители поселка Сетового снова будут пребывать под невидимым покровом Пресвятой Богородицы, которая будет защищать их от зла, раздоров, жестокосердия и дарует всем веру, надежду и любовь. Пускай храм живет, пускай становится доброй, хорошей, теплой обителью для всех прихожан. Все мы рано или поздно приходим к Богу. Лучше бы, чтобы это было, конечно, в радости. И мы всем вам желаем, чтобы здесь просвело благочестие, чтобы этот храм, ныне освященный, стал для вас родным и близким, чтобы вы любили свой храм, любили это место селения Божией и дом Матери Божией.